Основной закон государства – это Конституция. В ней сформулированы правовые принципы государственной и общественной жизни. Конституция представляет собой общую правовую модель общества, которой должно соответствовать всё текущее законодательство. Никакой другой правовой акт государства не может противоречить Конституции. Верховенство закона и, прежде всего, Конституции создают прочный режим правовой законности, стабильность справедливого правового порядка в обществе. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Принцип закона». Сегодня Россия позиционирует себя как правовое государство, и поэтому соблюдать и отстаивать свои права имеет возможность каждый гражданин Российской Федерации. Консультация юриста – одна из самых распространенных юридических услуг. Обратившись за консультацией к юристу, человек может избежать последующих ошибок или неправильных действий. В нашей рубрике «Помощь юриста» вы можете извлечь для себя полезную информацию. Пишите на наш электронный адрес и излагайте свои проблемы. По мере возможности наш юрист ответит на ваши вопросы и поможет разрешить ту или иную проблему. Или подскажет, куда вам обратиться. Сегодня на вопросы телезрителей будет отвечать наш юрист Николай Власов. Здравствуйте, Николай! Здравствуйте, Валентина и уважаемые телезрители! А сейчас вашему вниманию рекомендации юриста о порядке регистрации транспортных средств. И первый вопрос. Какие виды транспортных средств подлежат обязательной государственной регистрации? Правила регистрации распространяются на автомототранспортные средства с рабочим объемом двигателя более 50 кубических сантиметров и максимально конструктивной скоростью более 50 км в час, и на прицепах к ним предназначенные для движения по автомобильным дорогам общего пользования. Установленный порядок регистрации распространяется также на транспортные средства, зарегистрированные в других государствах и временно ввезенные на территорию Российской Федерации на срок более 6 месяцев. Транспортные средства регистрируются за физическими лицами по месту жительства регистрации, указанному в их общегражданских паспортах, свидетельствах о регистрации. Какие документы требуются для совершения регистрационных действий, например, для постановки или снятия с учета транспортного средства? Собственник или владелец транспортного средства предоставляет регистрационное подразделение заявление на проведение соответствующих регистрационных действий, паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность, документ доверенности, удостоверяющий полномочия гражданина представлять интересы собственника при совершении регистрационных действий, документы об оплате всех необходимых платежей, регистрационный документ или паспорт транспортного средства, далее ПТС, транспортное средство, за исключением случаев его утилизации, справку счет, выданную продавцом, либо заключенный в установленном порядке договор или иной документ, удостоверяющий право собственности на транспортное средство или номерной агрегат, страховой полис ОСАГО, государственные регистрационные знаки или знаки транзит, а для транспортных средств, везенных на территорию Российской Федерации, также регистрационные документы, регистрационные номера иностранных государств. Что относится к иным документам, удостоверяющим право собственности? Такими документами считаются выдаваемые таможенными органами, выдаваемые органами социальной защиты, судебные решения и приказы, постановления органов исполнения судебных актов, свидетельства на высвободившиеся номерные агрегаты, выданные регистрационными подразделениями, договоры, свидетельства о праве на наследство и другие документы на право собственности, заключенные или составленные в соответствии с законодательством Российской Федерации. Если подлежащие сдачи в регистрационные подразделения паспортно-технического средства регистрационные документы или знаки утрачены, в заявлении указываются обстоятельства их утраты. Следующий вопрос. Какие требования предъявляются к документам? В представляемых для совершения регистрационных действий документах, удостоверяющих право собственности на транспортные средства или номерные агрегаты, должны содержаться следующие сведения. Даты и место их составления, стоимость транспортного средства, номерного агрегата, адреса, реквизиты и подписи сторон, для юридических лиц подписи, заверенные печатью, сведения о транспортном средстве, марка, модель, модификация, тип, год выпуска, год изготовления. Индентификационный номер транспортного средства, ВИН, если он присвоен производителям, цвет, порядковый производственный номер шасси, рамы, кузова, кабины, коляски, прицепа, модель, номер двигателя, блока двигателя, серия, номер даты выдачи паспорта транспортного средства или регистрационного документа и наименование организации их выдавших. По каким причинам документы могут быть не приняты? Не принимаются к совершению регистрационных действий документы, исполненные карандашом или имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова, а также неоговоренные исправления. Текст указанных документов должен быть написан ясно и четко. Фамилии, имена и отчества физических лиц должны быть написаны полностью с указанием места их регистрации, а наименование, фирменное наименование юридических лиц без сокращения и с точным указанием места их нахождения. Копии, представленных для совершения регистрационных действий документов, а также регистрационных и иных выдаваемых регистрационными подразделениями документов, в том числе фотокопии и светокопии, не могут служить заменой подлинников, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. Какой срок установлен для рассмотрения заявлений граждан? Заявления на совершение регистрационных действий, не требующие дополнительных проверок, разрешаются в день обращения. В иных случаях заявителям выдаются копии, ксерокопии принятых паспортов транспортных средств, регистрационных документов, справок счетов и иных документов, удостоверяющих право собственности на транспортные средства, номерные агрегаты, с внесенными в них записями о принятии оригиналов указанных документов, указанием даты и времени принятия решения по заявлению. Копия и ксерокопия принятых документов заверяются подписью должностного лица и печатью регистрационного подразделения. Следующий вопрос. Какие документы выдаются при регистрации транспортного средства, какие подлежат сдаче при снятии с учета и какие при этом делаются отметки? На зарегистрированные транспортные средства выдаются свидетельство о регистрации транспортного средства, паспорт транспортного средства, государственные регистрационные знаки. При регистрации изменения регистрационных данных, снятии с регистрационного учета транспортных средств, замене регистрационных документов и регистрационных знаков, за исключением случая временной регистрации транспортных средств по месту их пребывания, в паспортах транспортных средств делаются соответствующие отметки. При изменении регистрационных данных производится замена регистрационных документов. При снятии с регистрационного учета свидетельство о регистрации транспортного средства, а также регистрационные знаки сдаются в регистрационное подразделение, а взамен выдаются знаки транзит, о выдаче которых делается отметка в паспорте транспортного средства. Что делать, если по каким-либо причинам доставить транспортное средство в регистрационное подразделение не предоставляется возможным? Когда транспортное средство невозможно доставить для регистрации, допускается предоставление актов технического осмотра, выданных подразделениями ГИБДД по месту их нахождения, заверенной главными инспекторами ГИБДД субъектов Федерации, районов, городов, округов и районов в городах или их заместителями, начальниками регистрационных подразделений или начальниками станции государственного технического осмотра, госавтоинспекции. Срок действия акта технического осмотра 20 суток. В каких случаях при регистрационных действиях требуется согласование с военкоматом? Регистрация, изменение регистрационных данных, снятие с регистрационного учета легковых автомобилей повышенной проходимости, полноприводных, отечественного производства, автобусов и мотоциклов тяжелого класса с коляской, принадлежащих физическим лицам, производится после соответствующей отметки военного комиссариата на заявлениях их собственников или владельцев о совершении регистрационных действий. Следующий вопрос. Где производится изменение и восстановление утраченных документов на транспортное средство? Изменение документов, снятие транспортного средства с регистрационного учета, выдача дубликатов свидетельства о регистрации, паспортов транспортных средств и иных документов взамен утраченных или непригодных для использования, производится по месту их регистрации в регистрационных подразделениях госавтоинспекции. В каких случаях производится снятие с учета транспортного средства? Снятие с учета осуществляется при смене собственника и в случае изменения места регистрации физического лица, за которым они зарегистрированы, если новое место проживания находится за пределами территории, на которой распространяется деятельность регистрационного подразделения. Следующий вопрос от наших телезрителей. Каков порядок выдачи транзитных номеров? Если незарегистрированное или снятое с учета транспортное средство находится не там, где оно будет зарегистрировано, его собственник или владелец обязан по месту на ухождение в течение пяти суток получить регистрационные знаки транзит на срок от пяти до двадцати суток для перегона транспортного средства к месту регистрации. Если перегон осуществляется в пределах территории Российской Федерации, такие знаки, изготовленные типографским способом, могут выдаваться не только регистрационными подразделениями, но и предприятиями-изготовителями транспортного средства, торговыми организациями и предпринимателями. О их выдаче в документе, удостоверяющем право собственности на транспортное средство, делается отметка транзита с указанием серии номера, даты выдачи и срока действия знаков, который заверяется подписью должностного лица, выдавшего эти знаки, и печатью. Продлить срок действия или заменить знак транзит могут главные инспектора госавтоинспекции, субъектов Федерации, районов, городов, округов и районов в городах, их заместители, а также начальники регистрационных подразделений. Далее вопрос. В каких случаях можно не сдавать государственные регистрационные знаки, номера? Регистрационные знаки не сдаются при снятии транспортного средства с регистрационного учета в связи с изменением места регистрации физического лица, если это происходит в пределах территории субъекта Российской Федерации, где транспортное средство зарегистрировано. Кроме того, на основании заявления граждан на сохранение регистрационных знаков при снятии с учета принадлежащих им транспортных средств, допускается выдача указанных знаков на вновь приобретенные ими транспортные средства, согласно приказу МВД 2005 года, номер 26. При снятии с регистрационного учета в случаях утилизации транспортного средства регистрационные документы, регистрационные знаки и паспорт технического средства сдаются в регистрационное подразделение. Каков порядок обмена государственных регистрационных номеров, не соответствующих международным требованиям при выезде за границы Российской Федерации? На транспортные средства, участвующие в Международном дорожном движении, выдаются взамен несоответствующих требованиям Конвенции о дорожном движении регистрационные знаки, имеющие арабские цифры и буквы латинского алфавита, а также свидетельства о регистрации транспортных средств, текст которых должен быть дублирован буквами латинского алфавита. Следующий вопрос. Как выдаются свидетельства на высвободившиеся номерные агрегаты? Документы, свидетельства на высвободившиеся номерные агрегаты, зарегистрированных в госавтоинспекции транспортных средств, выдаются по заявлению собственников или владельцев при изменении регистрационных данных, связанных с заменой соответствующих номерных агрегатов, а также при снятии с регистрационного учета в связи с их утилизацией, с писанием? Какие документы выдаются взамен утраченных? Взамен утраченных или непригодных для пользования регистрационных документов, В паспорт технического средства на зарегистрированные транспортные средства и иных выдаваемых регистрационными подразделениями документов выдаются другие с отметки «Дубликат». В графе «Особые отметки» дубликатов паспорта транспортного средства делается запись о сериях, номерах, датах выдачи оригиналов паспортов и их дубликатов, если они выдавались, с указанием, выданных их предприятием-производителем или регистрационных подразделений или таможенных органов Российской Федерации. Запись заверяется подписью должностного лица и печатью регистрационного подразделения. И последний вопрос. Что может быть основанием для отказа в регистрации? Не производится регистрация, изменение регистрационных данных, снятие с регистрационного учета транспортных средств и иные регистрационные действия до окончания проверок, осуществляемых в установленном порядке органами внутренних дел, а также при невыполнении требований правил регистрации, либо в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. В случаях, не противоречащих законодательству Российской Федерации по письменному распоряжению начальника органов внутренних дел, осуществляющего соответствующую проверку, транспортные средства могут быть временно зарегистрированы на срок проведения проверок. При установлении обстоятельств, являющихся основанием для отказа в совершении регистрационных действий, в том числе в результате проверки, проводимой правоохранительными органами, проведенная регистрация транспортного средства, считается недействительной и подлежит аннулированию регистрационным подразделениям по месту регистрации транспортного средства. При этом регистрационные документы, паспорт технического средства и регистрационные знаки сдаются в регистрационные подразделения. Об отказе в производстве регистрационных действий госавтоинспекция обязана мотивированно сообщить в письменной форме собственникам или владельцам транспортных средств с указанием причин отказа. Следующая тема, по которой наши телезрители задают вопросы, это алименты. Итак, первый вопрос. Моему сыну 17 лет. В 2010 исполнится 18. С его отцом больше 7 месяцев живем отдельно. Но он поддерживал нас финансово. Если я сейчас официально подам на алименты, будут ли они выплачиваться до конца обучения ребенка, если ребенок учится на очном отделении? Или алименты платятся только до 18 лет? Этот вопрос нам задает Анастасия Реброва из города Радужного. Ну что же, послушаем ответ юриста. Алименты на детей платятся до достижения ими совершеннолетия, 18 лет. После 18 лет алименты могут выплачиваться на нетрудоспособных детей, то есть инвалидов. Данный вопрос конкретнейшим образом регулируется гражданскими семейными кодексами. Статья 21 Гражданского кодекса. Дееспособность гражданина. Способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять гражданские права, создавать для себя гражданские обязанности и исполнять их. Это гражданская дееспособность. Возникает в полном объеме с наступлением совершеннолетия, то есть до достижения 18-летнего возраста. Статья 80 Семейного кодекса Российской Федерации. Согласно данной статье, обязанности родителей по содержанию несовершеннолетних детей. Родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания несовершеннолетним детям определяется родителями самостоятельно. Статья 85 Семейного кодекса. Право на алименты нетрудоспособных совершеннолетних детей. Родители обязаны содержать своих нетрудоспособных совершеннолетних детей, нуждающихся в помощи. Автор следующего письма Светлана Анисимова из города Ростова-на-Дону просит помочь ей разобраться в следующей ситуации. Подала на алименты в 2007 году в размере 1,4 от заработной платы. Получаю по сей день по 500 рублей в месяц на карточку. Деньги пересылает раз в 3-4 месяца полной суммой. Бывший муж работал в такси официально. Затем он работал индивидуальным предпринимателем. Я узнала, что индивидуальные предприниматели должны платить от средней заработной платы. Начала предъявлять претензии судебным приставам. После чего бывший муж поменял место работы и принес справку о том, что опять его заработная плата составляет 1 тысячу рублей. Что мне делать? Имею ли я право получить задолженность за последние три года? Как указано в пункте 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 25 октября 1996 года о применении судами Семейного Кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об установлении отцовства и о взыскании алиментов. При взыскании алиментов в твердой денежной форме судам необходимо учитывать, что размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей с родителей, согласно ст. 83 Семейного Кодекса, должен быть определен исходя из максимально возможного сохранения ребенку прежнего уровня его обеспечения с учетом материального и семейного положения сторон и других заслуживающих внимания обстоятельств. Размер твердой денежной суммы алиментов, взыскиваемых в случаях предусмотренных пунктом 2 ст. 85, пунктом 3 ст. 87, ст. 89, 90, 93, 97 Семейного Кодекса Российской Федерации устанавливается судом, исходя из материального и семейного положения плательщика и получателя алиментов и других заслуживающих внимания и интересов сторон. Статья 91, пункт 2, ст. 98 Семейного Кодекса. При определении материального положения сторон по делам данной категории суд учитывает все источники, образующие их доход. В указанных выше случаях размер алиментов устанавливается в сумме, соответствующей определенному числу минимальных размеров оплаты труда и подлежит индексации пропорционального увеличения установленного законом минимального размера оплаты труда, о чем должно быть указано в результивной части решения, согласно ст. 117 Семейного Кодекса. Требования заинтересованной стороны о взыскании алиментов в твердой денежной сумме либо одновременно в долях и в твердой денежной сумме вместо производимого на основании решения суда или судебного приказа взыскания алиментов в долевом отношении к заработку доходу родителя рассматривается судом в порядке искового производства. Следующий вопрос от нашего телезрителя Николая Фирсова из города Светогорска. Объясните, как платить алименты, если я безработный, уволен без пособия или стою на бирже труда? Какова сумма алиментов? Алименты платить надо, и независимо от того, работаете вы или нет. В противном случае приставы насчитают за должность, а истец имеет право взыскать моральный ущерб из-за незаконной пользования чужими денежными средствами. Кроме того, при наступлении систематической неоплаты присужденных судом алиментов дознаватель обязан будет возбудить в отношении вас уголовное дело за злостное уклонение от оплаты алиментов по ст. 157 Уголовного кодекса. Как говорится, в России существуют две вечные проблемы. Одна из них – дороги. А теперь возникла еще и третья – пробки на этих самых дорогах. Москва переполнена автотранспортом, и решить проблему пробок на дорогах властям не под силу. Остается только развести руками. Выхода из сложившейся на дорогах ситуации они не видят. Однако этот гражданин выход все же нашел. Алексей Шматков, хоть и не проектировщик, но план по улучшению движения в районе метро «Войковская» все же составил. По его мнению, проезд по Ленинградскому шоссе можно значительно упростить. Ведь все недостатки налицо, и проблему исправить труда не составит. Проблемы заужены проезды в прилегающих к Ленинградскому шоссе, проездах, участках и дорогах. И поэтому во многих местах следует назначить одностороннее движение взамен реверсивным, так как расширять уже не представляется возможным. Об одностороннем движении в районе метро «Войковская» автовладельцы мечтают уже давно. Это, по их мнению, и количество аварий снизит, и сам процесс проезда ускорит. Моё мнение такое, желательно одностороннее движение, потому что, когда эти легковые здесь станут, и невозможно выезжать, заезжать, вечно здесь пробки. Время теряем, и автобусы задерживаются, и мы задерживаемся, не можем выехать. Сейчас тут более-менее бывает ещё похлеще. Но, к сожалению, эта проблема не единственная. Неподалёку от метро располагается автобусная остановка, которую и автобусной ты не назовёшь. Легковой автотранспорт серьёз и надолго оккупировал территорию, и подъезд пассажирских машин к ней уже практически невозможен. Алексей Шматков и здесь выступил с предложением переноса павильона в более удобное место. Вопрос рассматривался, и было отказано о перемещении автономок троллейбуса 57 по указанным адресам, в частности, от дома 8-2 и дом 15 к дому 13. Всё ссылается на определённые правила проектировки и планирования застройки города Москвы. За три года попыток решить наболевшие дорожные проблемы, Алексей получил два письма из Департамента транспорта и связи, в которых все его предложения приняты, но пока возможностей для их реализации не получено. И в каждом из них прослеживается одна и та же мысль. В перспективе возможно, но не сейчас. У меня к вам такой вопрос. Я хочу выписать из своей приватизированной квартиры бывшего супруга. Приватизация была осуществлена задолго до брака. Брак расторгнут в 2005 году. С тех пор он в квартире не появляется, никакого участия в квартире он не принимает, коммунальные услуги он не оплачивает. Скажите, возможно мне выписать и как это сделать? В данном случае, если брак был расторгнут, то в результате прекращения семейных отношений за бывшим членом семьи собственника в соответствии с пунктом 4 статьи 31 ЖК РФ право пользования жилым помещением по общим правам не сохраняется. Однако, если у вашего бывшего суп мужа нет другого помещения, в отношении которого у него имеется право пользования, и он не может себя обеспечить им, то есть снять комнату либо квартиру, не обязательно даже в городе Москве, в принципе, вообще, в любом субъекте РФ, то в судебном порядке он может попытаться добиться сохранения права пользования вашей квартирой на установленный судом срок. И вы знаете, еще пользуясь случаем, у меня такой вопрос. Значит, у моего брата есть квартира, приватизированная. Он 10 лет назад развелся с женой, и ребенок у первого брака живет с бывшей женой. Эти 10 лет он живет с женщиной, он живет гражданским браком. Вот скажите, пожалуйста, есть ли какое-нибудь постановление, есть какой-нибудь закон, чтобы после его смерти его гражданская жена на данный момент осталась проживать в этой квартире пожизненно? Но в дальнейшем, после ее смерти, квартира перешла бы его сыну. В этой ситуации требуемый клиенту результат, то есть приобретение его граждански на данный момент женой и в перспективе законной женой, супругой пожизненного права пользования при сохранении права собственности за сыном, возможно добиться путем включения в завещание, составленное клиентом на имя его сына, завещательного отказа, заключающегося в представлении любому указанному им лицу, то есть в том числе и супруге, либо сожительнице квартиры, права безвозмездного пожизненного пользования любой собственности, то есть и данной квартиры. Однако хочется обратить ваше внимание на то, что в соответствии со статьей 1149 Гражданского кодекса в случае заключения брака с вашей на данный момент гражданской женой, она будет иметь право в случае вашей смерти при определенных условиях, то есть не трудоспособности ее на момент вашей смерти, то есть она будет пенсионером либо по другому основанию, у нее возникнет право на обязательную долю в вашем наследстве. Управлять при помощи законов легче всего тогда, когда следствием их несоблюдения являются угрызения совести. С вами была программа «Принцип закона». Уважаемые телезрители, вы можете присылать свои вопросы нашему юристу, а также отзывы и предложения. Для этого достаточно отправить письмо на наш электронный адрес, который указан на экране. И помните, закон для всех один, и его надо соблюдать. Всего вам доброго и до встречи!